Смирение даёт возможность трезво относиться к себе. Что такое смирение? Смирение — это когда ты молишься и всё меньше, меньше, меньше себя чувствуешь, и потом ты начинаешь чувствовать, что ты маленькая душа. Это смирение. Но мы не можем это имитировать. Поэтому смирение для обычного человека — это означает просто принимать к сведению, что ты маленькая душа. Не надо из себя большого великана делать крутого. Смирение означает, что даже если ты начальник, не считай себя слишком крутым. Конечно, твой долг — командовать, наказывать людей, но ты не считай, что ты лучше их, выше их, лучше их и так далее. Это смирение означает, что человек понимает своё положение в этом мире. Мы все здесь зависимы и подчинены. Никто не может жить без воздуха, без пищи. Любое положение, которое человек получает, он получает от Бога для того, чтобы совершать своё служение. Если человек начальник, это для того, чтобы ты служил Богу, а не делал крутой вид. Но если человек этого не понимает, он тупой, он делает крутой вид, это значит, что он будет наказан за это, он пострадает от унижения в жизни. Поэтому смирен, когда человек, он начинает трезво относиться к себе, он видит своё естественное положение души в этом мире и становится счастливым. Твёрдость Духа даёт возможность не потерять себя. Что значит не потерять себя? Это значит не сидеть в замороженном виде, не думать, что у тебя всё кончилось в жизни. Нужна твёрдость Духа. Что такое твёрдость Духа? Это продолжать служить, продолжать молиться, копить силы, не теряться. Если сам не можешь, иди туда, где могут. То есть сражайся, защищай себя. Есть такая картинка, я видел в детстве. Стоит такая цапля, у ней во рту лягушка. Лягушка руки высунула и зажимает горло цапли. И она подписана, никогда не сдавайся. Та не можешь проглотить, потому что ей горло зажали. Ну так вот, никогда не сдавайся. Означает твёрдость Духа.